Дорогие друзья, это программа «Есть что сказать». Меня зовут Тимофей Обухов и мы продолжаем наш разговор с координатором Всероссийского общественного движения 40-40 Андреем Борисовичем Кормухиным. Андрей Борисович, Всероссийское общественное движение 40-40 и в Москве, и в регионах нашей огромной бескрайней России проводит множество акций и мероприятий различного характера, от строительства часовен до волеизъявления нашей гражданской политической позиции. И в них принимает участие тысячи людей. То есть вполне можно утверждать, что ваше мнение – это мнение лидера определенной части общества страны. При этом, простите, вынужден констатировать тот факт, что оно зачастую не находит должной поддержки и широкого тиражирования в средствах массовой информации. В отличие от так называемых сейчас, в кавычках, лидеров общественного мнения, чья деятельность и сам образ жизни, ну, мягко скажем, у людей православных вызывает отторжение. Вместе с тем, их позиция – это ориентир, который зачастую является, ну, скажем, востребованным в нашем обществе. – Безусловно. И мы, когда начинали заниматься своей общественной деятельностью, мы прекрасно понимали, в какую информационную среду, в общественную среду мы заходим. И мы понимали, что нас будут демонизировать, понимали, кто на данный момент является лидерами общественного мнения, кто формирует информационное поле. И мы сознательно пошли на это, веря в людей, веря в то, что правда и открытость, она всегда пробьется к людям, она найдет дорогу. И как бы нас ни пытались всячески демонизировать и говорить, навешивать нам различные ярлыки, которые не соответствуют действительности, и пытаться выдавить нас и из информационного поля, и из общественной повестки, люди, которые будут видеть и судить не о словах, а о делах, они нас поддержат. И наши ожидания оправдались. Вот существование нашей организации почти, в течение существования нашей организации почти 7 лет, мы, подвергшись чудовищным информационным атакам, тем не менее, сохранились, и с каждым годом уважение даже в либеральных средствах информации к движению 40-40 все больше и больше проявлялось. И лидеры либеральной общественности уже считались с движением 40-40 не как какими-то там выскочками, которые попытались что-то там дернуть, какие-то акционирования провести, а уже с общественной организацией, недавно прочитал, в иностранной прессе уже пишут, там, авторитетная общественная организация российская, там, 40-40, да? Понятно, что они там дальше нам эпитетов всяких понавешали, но тем не менее. Так вот, и мы понимали, что в 90-х годах, когда формировалась вот эта либеральная цивилизационная модель России, как они называли, новая Россия, которая отказывается от всего наследия прошлого и строит новое общество, ну, мы понимали, с чего разрешение они это общество строят, на чьи деньги они это строят, и кого они позволят допустить в том числе в те же самые средства массовой информации, и кому они позволят формировать информационную повестку. И не секрет, ну, по разным данным, это авторитетные наши журналисты говорят с федеральных каналов, когда у них задают им вопросы, они говорят, что от 80 до 90 процентов руководителей средств массовой информации, это люди из 90-х, которые были сторонниками именно либеральной модели. Да, в силу того, что у нас изменилась государственная повестка, появились патриотические цели и задачи, они как бы встраиваются, но тем не менее их идейная какая-то история, она не поменялась. Поэтому нам не нужно обращать внимание и пытаться оправдываться перед господами. Вот сейчас широко обсуждается тема оскорбления чувств верующих со стороны Киркорова, Шнурова, вот этих вот лидеров так называемого общественного мнения. Простите, когда мне говорят, что это лидеры, лидеры чего? Лидеры ценностей, которые находятся ниже живота, ну, это не лидеры для нас, для русского народа, ментально, тысячелетнего русского народа, это не те ценности. Это вот как раз вот тех помоев 90-х, да, это вот они остались, по инерции еще являются лидерами. Лидеры мата, разврата, садамии, вот они лидеры вот этого вот истории. Мы понимаем, и что те главные редактора, журналисты, которые остались в средствах массовой информации, продолжают по инерции, простите за пошлое слово, пиарить этих так называемых ломов, да, вот они, обращать на них внимание нет времени. Нам нужно страну возрождать, нам нужно создавать крепкие многодетные семьи, нам нужно менять систему образования, чтобы меньше появлялось, как президент Путин сказал, моральных уродов у нас в информационном пространстве, чтобы появлялось все больше ответственных мужей, ответственных отцов, ответственных граждан, защитников отечества, чтобы они создавали крепкие многодетные семьи, чтобы у нас количество разводов не измерялось двухзначными цифрами, а чтобы оно спустилось до однозначной хотя бы цифры, как статистическая погрешность, как это было у нашего народа, да, и чтобы мы не обсуждали там очередные какие-то скандалы интимного свойства, да, на наши деньги, на государственных каналах в прайм-тайм, а чтобы мы все-таки обсуждали огромное количество таких есть прекрасных информационных поводов, связанных с положительной повесткой, когда людям спасают жизнь, когда спасаются семьи многодетные, создаются множество, но у нас вот так вот было сформировано, как я уже говорил, мы с вами этот вопрос обсуждали, общественная повестка в сторону общества без бога, и, соответственно, там вот грех легализовывался и делался вот... Между тем, нам есть чем гордиться, есть чему радоваться, есть к чему стремиться, о чем говорить, правильно? Да, и вот одна из радостей, забыл упомянуть, вы вначале, когда задавали вопрос, сказали, что движение 40-40 занимается строительством часовин и храмов, вот у нас недавно произошло радостное событие, мы подарили сруб храма приходу московскому святителю Макария, это тот самый сруб, который мы хотели построить в парке Торфянков пресловутом, и после того, как нам предоставили альтернативный участок, и там уже строится огромный храм, сруб лежал и ждал своего срока, и когда к нам викарий патриарха московского Владыка Матфея северо-восточного викариатства Москвы обратился с просьбой подарить этому приходу, мы с радостью откликнулись, и уже сруб собран, и мы надеемся, что скоро Владыка поставил задачу к Пасхе, надеюсь, к Пасхе уже этот храм будет стоять, и приход данного района отпразднует Пасху уже вот в этом нашем храме, и поэтому вот такие поводы должны обсуждаться. Андрей Иванович, ну вот пример конкретного дела, да, о том, что вы сейчас сказали, вот конкретно это часовня, сруб, а ведь в том числе в фокусе вашего внимания, вашего движения ведь и политические вопросы, которые затрагивают большое количество людей, всех нас, кто живет в этой стране. Да, я вот, опять же, как говорил вам, если мы займем пассивную позицию, то рано или поздно та агрессивная общественная повестка, которая будет формироваться без нас, она нас накроет и в наших храмах, она придет к нам в наши семьи, в наши храмы, и поэтому, как есть такая поговорка, если вы не хотите заниматься политикой, то политика займется вами. И мы, если раньше, когда мы начинали только 40-40 создавать, мы говорили, что мы вне политики, мы не занимаемся этой историей, но дальше начали происходить такие события, которые вынуждают нас входить в общественно-политическую повестку. Тот самый пресловутый закон о семейно-бытовом насилии, он напрямую касается каждой семьи в России, и он касается настолько чудовищным характером и ценностным рядом, что мы потом, если не дай бог он будет принят, но я надеюсь, после активной позиции, в том числе и движения 40-40, и многих родительских и семейных организаций, с которой мы вместе в альянсе сумели этой гидре наступить на горло, вовремя схватив ее, это может просто разрушить сначала семью, а не будет семьи в России, разрушиться и государство. Поэтому это самое что ни на есть общественно-политическая повестка, потому что одним из лоббистов главных данного закона являлись депутаты, являлись общественные деятели, и за многими из этих и депутатов, и общественных деятелей стояли различные структуры, корнями уходящие, как сейчас их принято говорить, там Соросята, там Джорджа Сороса, и это не секрет. И поэтому, когда мы поняли, что, опять же, возвращаясь к первой части нашей передачи о лидерах общественного мнения, так называемого, которые с экранов обсуждали эту тему, и мы, ну, в силу, не знаю, там, доверщили уже то, что мы привыкли к этому информационному фону, не обратили внимания, когда с экранов постоянно говорили, там, здесь муж убил, здесь муж избил, здесь муж это. А потом вдруг, когда они в сентябре занялись активной фазой, то есть, вернее, осенью, продавливание, лоббирование этого закона, когда мы проснулись, мы помним, ничего себе, как ребята сработали, как они в этот раз хорошо подготовились. И, войдя именно в общественно-политическую повестку, православные показали себя активной частью общества и сказали, что нет, мы, все-таки, как я говорил, мы соль земли, и от нас зависит дальнейшая судьба и нашей страны, и наших семей, и наших детей, и мы не хотим, чтобы политика пришла к нам, мы хотим ее формировать. Андрей Борисович, ну вот, допустим, даже этот процесс, о котором вы говорите, о принятии закона, да, это достаточно, ну, такой пролонгированный во времени процесс, все равно он ни одного дня, ни одного месяца, и даже ни одного года, но вот есть процессы, которые затрагивают людей православных, показываем, что даже, казалось бы, то, что далеко может на нас повлиять, вот, допустим, ситуация с коронавирусом. Да, вот, опять же, смотрите, как, по-разному, к нам часто православных христиан называют, что они ищут теорию заговора, что то, что они декларируют, не соответствует действительности, но ведь нужно ловить сигналы, или, как говорит Святейший Патриарх, из шумов выбирать правильные сигналы. И, да, православные часто говорят о том, что антихрист появится из хаоса, который будет создан в мире, и он скажет, что я вам принесу порядок, и все многие ему поклонятся ради этого порядка, но для этого нужно будет остановить там службу в храмах, и все, вот, смотрите, допускаю, что этого не произойдет, но ведь механизм уже мы видим какой, цифровизация, отказ от наличных денег, потому что они, якобы, являются разносчиком заразы, закрытие храмов, как общественных площадок, где люди могут передавать, да, 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 уже предлагают одноразовые ложечки для принятия причастия, да, вот, пожалуйста, посмотрите, то, о чем говорили православные христиане и предупреждали, вот на наших глазах принимают реальные очертания. Да, я опять же говорю, допускаю, может, не произойдет, но может и произойдет, ведь то, что вот к нам приходят, пишут нам наши там сторонники из Америки, из Израиля, там уже хаос, там полки пустые, в Европе то же самое мы видим, в европейских странах, а если завтра там начнется реальных, а если там завтра начнутся те же самые слои населения, которые не могут себе позволить еды купить, а полки магазинов пустые, они же ради своих детей на многие вещи пойдут, чтобы их... На многие готовы будут. И это начнется хаос, это реально начнется, и, кстати, нам нужно быть готовым как государству, как общности, что вполне может быть, что люди, видящие в России такой своего рода стабильный островок, они могут с Европы потоками хлынуть к нам, и что мы должны сделать, как мы должны их принять или наоборот не принять, значит, мы должны об этом тоже думать. И православные христиане в первую очередь, потому что мы-то знаем, кто придет за этим хаосом, мы-то прекрасно понимаем, что дальше будет происходить. Но будем надеяться, что не сейчас. Господи, дай Бог. Андрей Борисович, спасибо вам большое. Спасибо вам. Было, как всегда, интересно вас послушать, побеседовать. Спасибо вам. И еще раз крепости душевных, сил физических, Божьей помощи в трудах, начинаниях и во всех ваших делах. Спасибо, Господи, и вам спасибо огромное, телеканалу «Союз», за то, что вы делаете. Таких каналов должно быть больше. И всегда буду рад в следующий раз по приезду в Екатеринбург посетить вас и поделиться какими-то своими нашими новостями. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Оставайтесь на Первом Народном Православном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok